А вот эти доски Время, когда это было в мае, был ураган, который снес крышу, скажем, первая линия застройки набережная, лицо города. В результате, значит, обращение к официальному структуру нашего муниципального хозяйства, наш поседатель, значит, ничего не допил. То есть везде отписки, везде, значит, ваша собственность, решайте вопрос сами. В результате, значит, с предложением к жильцам собрать деньги на ремонт крыши, естественно, у нас мало кто может это себе позволить, да и не то, что позволить, но и практически, наверное, не хотят. Вот считают, что их не заливают, значит, это не их проблема, они не рушили, денег давать нет. Вот сколько общая тогда сумма выходит? Здесь, получается, сорвало 200 квадратных метров кровли. Вот, что самое интересное, это кровли, значит, после капитального ремонта, который был, по-моему, 5 или 6 лет назад, в 10-м году, да. То есть на стадии капитального ремонта этой кровли были тогда претензии к подрядчикам, то, что они заложили кровельные материалы, не соответствующие ГОСТу, то есть меньше 0,5. То есть если проверить сейчас это самое толщину металла, она практически это самое, не соответствует тем нормативным параметрам, которые должны присутствовать для обустройства кровли, допустим. Здесь профиль NS, по-моему, 35, он должен соответствовать от 0,6 и выше толщина. Здесь наверняка где-то 0,45, если не меньше. Потому что проблема в том, что даже когда эксплуатировать крышу, допустим, чистить снег, сосульки, от действий даже работников по этой крыше, она деформируется и в результате проявляется течь, ну и как палка, ну и соответственно. Что сейчас там сделано и что не сделано? То есть сейчас, значит, после ураганов, там, в течение, там, ну буквально они на второй день, значит, это приняли решение покрыть пленкой временной, вот, с тем, чтобы в дальнейшем, значит, искать деньги на ремонт капитальной крови. Как я сказал уже, значит, мы не нашли своего отражения содействия, значит, это самое, местных органов, вот, все это отписки, все это отказы, все такое. Вот, в результате затянулось до осени. Вы говорите, что сейчас самостоятельно собираетесь пройти пленкой. Сейчас, значит, вынужденный, ну, председатель опять пошел уже по второму кругу или, не знаю, по третьему. Сейчас мы, значит, пытаемся через Янгловича, депутата, да, все-таки добиться. Но он пока еще не вступил в полномочия, сказал, что, ребят, подождите, вот, дождать уже некуда, все, форс-мажорная ситуация. Пришла зима, отворяя ворота. А что, плохая, что ли, выходит, пленка была? Да, пленка, пленка практически, это самое, наверное, ну, не того качества. Но пленка на крыше лежать не должна. Да, то есть даже по нормативам она должна в течение 3-4 месяцев перекрываться, потому что по 10 минут для фиолета она, скажем, теряет свои свойства. И вот наверняка в процессе последнего ливня мы наблюдали, что она практически вся течет как решетка. Сейчас принимаем решение, что что-то делать временное, но ту сумму, которую, значит, нужно ремонтировать, естественно, в данной ситуации собрать жильцов дома нереально. То есть просто нереально. А на какую сумму здесь примерно ремонт выходит из-за дождя? Ну, я, знаете, я даже это самое, мне в плане ущерба проще, чем, допустим, у соседей. Потому что я тут ремонт делал. Единственное, вот у меня уже отделаны вещи, которые были, допустим, в ванной, в туалете. Я вот это снял здесь, Армстронг, но он не простой Армстронг, он был, скажем так, элитой. Это все затопило, все надо менять. Вот, допустим, это самое. Вот я вскрыл то, что у меня протопило. Вот то, что было.